Столетиями казачество стояло на защите Отечества, охраняя его рубежи от посягательств чужеземцев. Оно и по сей день является хранителем высоких нравственных и духовных ценностей, пронеся через века в современность трепетное отношение к родной земле, святой матушке Руси. Казаки всегда отличались храбростью, строгими моральными принципами, преданностью отчизне. Что еще таит в себе душа казака? Мне кажется, что любовь к девушке, любовь к родине – это и есть душа казака. Душа казака – это в первую очередь преданность родине, семье, отечеству. Я думаю, что это свобода, воля. Душа казака – ну, наверное, вы знаете песня. Казачья душа – это душа народа. Фестиваль «За веру и отечество» культурно-спортивный центр Чистовский организовал впервые. Цель фестиваля – возродить и сохранить лучшие образцы традиционной казачьей культуры. Для нас, для россиян, православная вера и любовь к отечеству – это самые главные критерии и самая главная причина создания нашего фестиваля. Поэтому, а самым главным основой казачества, оно и была православная вера и любовь к отечеству. Они за любовь казаки готовы были жизни своей положить, поэтому они и были опорой государства. Издавна казаки славились своими талантами. Среди них немало умелых ремесленников, превосходных танцоров и виртуозных музыкантов. Покорять сцену Чистовского культурно-спортивного центра приехали творческие казачьи коллективы не только из Узенцовского района. Фестиваль также посетили гости из Москвы, Котельников и других городов России. Знаменитые атаманы, заслуженные художники, популярные музыканты – кого здесь только не встретишь. В зрительном зале не осталось свободных мест. Казаки так умело разогрели публику, что некоторые гости не смогли удержаться и пустились в пляс вместе с артистами. Славится земля русская талантами, народными традициями и богатой культурой, особое место в которой занимает казачество. В наши дни интерес к этому огромному, уникальному пласту субкультуры возрастает и свидетельством этому может служить этот фестиваль за веру и отечество. Организаторы надеются, что этот фестиваль станет ежегодным. В следующем году планируется расширить формат праздника и пригласить еще больше участников. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.